всем привет ребята с нами группа финансовый департамент представьтесь ребята окей ребята первый вопрос сразу вот почему финансовый департамент кто придумал и почему такое название придумал же не потому что она просто звучит и мне кажется это необычно то есть такой как бы инди панк на официальное название то есть как бы это сам ирония у нас музыка андеграутная но при этом официальное название потому что в каждой стране ничего официального департамент финансов министерства финансов нет вот это просто сам ирония такая что мы андеграут одновременно с таким названием федеральных федеральных и заслуженности окей нормально ответили второй вопрос почему diy почему вы на ваших страничках в соцсетях в том числе вконтакте часто пишите и придерживайтесь этого направления не знаю кто будет первым отвечать почему вы выбрали такой потому что я знаю что вот сейчас вообще сложилось такое мнение что чтобы заниматься музыкой нужно вкладывать туда просто большие деньги особенно студии то есть группа допустим начинающие ну мы тоже начинающие но что они вкладывают большие деньги там по 100 тысяч рублей в альбом то есть такие 100 тысяч рублей в альбом положили и потом они записям так в новостях пропали и точно за это ничего не получили много вкладов да и тому же проблема в том что многие звукорежиссёры россии они как сказать они записывают хорошо они записывают хорошо очень но сведения что-то сведения мастеринга здесь очень много плавают и поэтому если мы хотели то звучание кое мы хотим мы можем получить за счет того что мы сами как все это сведем и смастерим так как именно как нам нужно да к тому же сейчас время такое что можно записать куда можно дома иметь небольшую студию хороший мастеринг по моему нужно звукорежиссера хорошего имени да вот в россии к сожалению это не совсем можно найти можно самим записать и это небольшой большой указатель составит вообще но свести это может либо самим научиться на ютубе и все-таки либо можно найти например где-нибудь не знаю за рубежом в том же филе активность будет трудно за деньги причем так ну не очень особо дорого он хорошо сводит но это уже тогда не диайвай но уже не диайвай но у нас полностью диайвай мы обложки сами пишем и рисуем и чем мы еще делаем придумаем песню ну вот само собой а барабаны где пишите барабаны вот часть барабанов мы писали на рефронной установке на сереге да часть на моей рефронной установке писали что-то мы писали вживую на студии да студию обычная студия реконсионная он в октаве был был в октаве мы просто принесли свои микрофоны а октава там где можно какая-то есть кабинка там еще . да . Мы не так делали, мы просто поставили свои микрофоны возле парабанов. Женя наделал научники и... Типа директ, да? В линию писали? Да, в линию писали, просто. Двери. И в три канала. Я тоже не помню, что мы так писали. Отлично. Следующий вопрос. Кто главный в группе? Кто вообще диктует погоду? Нет. У нас по-моему нет такого. Потому что бывает, я прихожусь и говорю, чуваки, у меня новый рит классный. Я сыграю его, а Жей такой... Чего-то типа нет, не катят. Типа переделай, как в игре бывает. В основном у тебя такой рит. А со мной да. У нас нет такого, что ты играй здесь вот. У нас может быть так, что кто-то скажет, давай здесь как-нибудь по-другому попробуем. То есть у нас нет такого, что кто-то виджет решает. Единственное, что... То есть коллективное творчество самарское, да? Да, коллективное. Но, допустим, бывает так, что... Иногда, что типа нет... Допустим, я, допустим, когда пишу песню, мне бывает такое, что вот в какой-то части песен должен быть немного такой... То есть где-то... Какие-то сабмены должны отсутствовать, какие-то присутствовать и... Ну... Ну так... Что именно такое такое стадии? Я говорю... Слово у нас творческий директор. Да, можно так сказать. Художественная руководитель. Подруга. Да. Как подошваться в СССР. Ну правильно, всё правильно. Так... Ребята, расскажите про свои музыкальные инструменты. Ну так, вкратце и погромче, желательно. Погромче. Давай, ты прямой. У меня просто много всего. Я играю на железе фирмы... Турецкой фирмы Masterwork. Кроме этого, у меня есть очень классный хай-хет, который делает питерский мастер-загребер. Очень хороший мастер. Барабанщики питерские могут обращаться. То есть у тебя самая установка получается? Нет, у меня не установка. У меня своё железо и... Ну, а барабан, педали и такие вещи. Ну, вот всё. У меня... Река-телекастер. С двумя хомбаггерами. Это очень редко бывает. Я купил её в гитарбанке. И... Я очень счастлив, что я приобрел этот инструмент. Там... Цену скажешь, не секрет? 35 тысяч. Это следующая гитара, которая вот... После той, которую ты... После голубой. После голубой. Да, да. Голубой ты продал, да? Нет, она продал. Я подумал, что пока нет. Я просто поиграл на ней. Соравнил их. Подумал, нет. Тулбая, ну... Фейербёрт и пифон, он очень достойный. То есть у каждой свой приполнит, да? Да. Но я играю на музыкассере, потому что это... Это просто звук. Потому что гитарный звук, он очень важен. Да. Ну, это от примочек? Примочек, на самом деле, тоже мало. Ну, зависит от примочек тоже много, но... У каждой гитары свои звуки, и... Ну, да. Они дают специфичный звук, и... Для начала купить Ягуар. Я поиграл на Ягуаре, но потом понял, что нет. Как бы там тоже слишком агрессивный звук. Слишком, окей. Много агрессии. Для агрессии у меня есть... Фейербёрт, ну, пока не знаю, куда вставить его. Это две гитары? Две гитары. Фейербёрт и вот... Ну, акустика ещё есть. Вот. Ну, а, ну, ещё могут драйпедал борт, так сказать. Ну, давай. Ну, в общем, на обычный тюнер я купил за два-три тысячи рублей. Потом... Овердрайв, босс. Фус, босс. И... Как было? Блин. Флэнджер, не помню, как называется. И дилэй. Берингер, и всё. За Дартман бой. За Дартман бой. Такого гитариста. Ничего себе, это стандартный набор. Сколько же вместе всего они стоят? А я ещё на них купал. Педал Дорн. Ну... Педал Дорн... Смотри, 35. Плюс... Плюс, там... Ну... 2050 всё стоит. Нет, нет, нет. Вообще меньше сейчас. У меня прям очки, в общем, я купил их на... Одну купил я на Уделке. Там, купить вообще можно всё, по-моему. Вот. Одну купил на Уделке за 500 рублей. В общем, где-то, да. Там, ну, наверное, 64, блин, всё это обошлось. Ну, а педалборд сами мы сделали у себя гитаму нашего басиста. Просто мы вырезали из фанеры. Квадратную такую штуку. Это DIY, короче, не знаешь. Да, это да. Когда уже сами гитары делаете, барабаны стругаете, короче, из этого. А, кстати, было бы неплохо так делать. Да, это было бы реально круто. Да, это было, да. Прикиньте, реально. Не знаю. Замес твои. То есть, там грекер надо написать. Фанер за партнер. У тебя на барабанах тоже на бочке поставили. Свою, короче, контору откроете. Ну, ладно, ребята, и напоследок, напоследок, не будем затягивать, расскажите рубрика, значит, пару слов на задание начинающим музыкантам, школьникам, школьникам. Что вы скажете в нашей стране, которые хотят играть рок, понятно? Вы или я не знаю. Еще, конечно, не миллионы ворочатся, но все-таки давай пару слов. Давай, что ты начнешь, потому что у меня вообще с этим плохо. Вообще, я считаю, что любой школьник, если ему интересна музыка, то стоит слушать музыку, которая нравится, и когда ты слушаешь что-то крутое, всегда можно подумать, почему это звучит круто, опять понять и использовать это потом в своей музыке. А вот если не умеют люди играть вообще ни на чем? Ну, хотят играть в дурок? В дурок? Нужно просто, не знаю, заниматься больше. Допустим, когда я... Мне мама купила гитару в 15 лет надеждой на то, что я перестал играть выгодно в этот момент. Кстати, мне получилось. У меня мама купила гитару в 15 или в 16 лет. Типа, чтобы я в ГС перестал играть там, а в 2000-то не было. Я перестал играть, да, выиграю. Но не портануло? А или получилось? Нет, не получилось сразу, потому что я имею то, что... Я играл блатными аккордами. Я, понимаешь, я там лучшие аккорды АМ, там ДФ, какой там ДМ, ВМ, ЕМ. Я понял, типа, вау, типа, я крутой гитарист. И ещё без баррэ даже, наверное, да? Без баррэ, потому что без баррэ можно было многие песни о Хук Манпис играть даже. На высшем, на полтых аккордах я играл песни о Хук Манпис. А потом я услышал группу Playcase и Black Box Relation, я понял. И её вообще играть не имею. Потому что, знаешь, я взял гитару в руки и начал... Там, вот, в среду утра он пытался играть. Я понял, блин, чё-то, как есть, как мне играть. Да, но потом просто я понял, что нужно заниматься. Я там... Было такое, что я просто даже... Один раз даже утром вставал в трусах, сидел и играл на гитаре, да, и потом... Вечером понял, что, типа, блин, типа, на самом-то деле, я везде не играю. У меня было такое, просто несколько раз уже. Ну и сейчас мне надо было. В общем, прокачивать свой скил, да? Рекомендуешь. Да. Ну и всё, не знаю, допустим, должно быть такое, что... Ты должен понимать, мне кажется. Допустим, я часто понимаю, что я, как бы... То есть критиковать себя нужно часто. Я себя постоянно критикую. Но после покажа концерта я понимаю, блин, столько было лаж. Ну, просто мне так кажется. А люди часто, допустим, говорят, типа, вау, типа, очень круто. А я понимаю, почему это больно, что ли? Потому что этот... Ну, как бы столько же лаж и пыло. То есть, как-то концерта Слава, он, короче, уходит на три дня на репточку и репетирует. Да. Нет, я сначала... Я сначала иду плакать в туалет. Потом героинь. Потом героинь. Потом блюешь, а потом уже начинаешь. Потом плачу, понимаю. Блин, ну такое это стоит. А потом читаю письма. Потом мне становится хорошо. Ну, хорошо. Классно, что фанаты пишут письма. И тогда по скриптам, ребята. Такая тема. Еще слышал, помимо Медаевая, вы шугейцы. Ты шугейц играет. Ну, то есть, шугейцы, когда вы играете... Чей шугейц? Ну, шугейцы у вас... Мало шугейцев. Очень мало шугейцев. Шугейцы были мои интересные группы. Может быть, все равно. Но еще шугейцы в том, что шугейцы — это ребята, которые играют, и не очень эмоционируют. Они просто смотрят в пол. Я уже отошел от этого. Отошел? Просто на том концерте, когда я был? Я уже стал танцевать. То есть, ты тоже прокачиваешь скилл свои общения с залом, да? Да. Я стал рассказывать шутки в частных концерках. Я рассказывал шутки. По-моему, я один раз рассказывал шутку. Они не смешные, они не смешные. Она была не смешная. Нет-нет, ты сказал мне, вы не поняли. Это интеллектуальный юмор. Они не особо смешные. Они не особо смешные. Это делать для того, чтобы пустоту чем-то занять. Потому что, когда люди... А, когда тебе не хлопают? Когда мало хлопают, да? Нет. Даже когда я меняю что-то у себя из тарелок. Да. В общем, Наков был. А, когда пауза такая нависает? Тихическая пауза. Да, я рассказывал шутки. Я просто рассказывал шутки. Я не знаю, что говорить. Я просто рассказывал шутки какие-нибудь. Привет, Санкт-Петербург. Отличная публика. Да, ну это очень странно говорить так. Ну, надо смотреть, что делают ваши... Ну, не кумиры, не кумиры, что они делают. Держать. Нет, допустим, вот... Я не обращаю внимания с того, что они делают. Они настраиваются? А я рассмотрю видео. Артикум здесь. Да, давай. Ну, не, я не знаю, как он. Вот я сейчас себя веду, как Алекс Сёрдор, 2006 год. Ну, не, я тебе сейчас так, как он веду. Так знаешь, скажу... Десять лет назад. Десять лет назад, да. Ну, надо свой себе вырабатывать. Ну, конечно, надо. Посмотрим. Ну, не, я на самом деле сейчас попросу поделками. Время выступления. Да. Футболы редко смотрят. Главное не сами, ребята. В Ростске. Ростск. Музыка Ростская, да? Святое. Ну, что ж. Тогда... Пожелайте... А, ребятам... Подписаться на канал и поставить лайк. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И... И... Послушайте. Наконец-то последний, я помню, блуд-пати, визер одного уважения. Никак не можно послушать. И я, реально, послушаю. Слушайте хорошую музыку. И даже. Я сейчас себя повернуть не могу, но я так за кадром скажу, что с вами была группа финансовый департамент, и, конечно же, я бессменный интервьюер Макс Куле. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Донатьте мне. До свидания.